Девчонки, привет! С вами Ирина Корнева. Традиционно, да? Большой интерес у невест вызывает выездные регистрации. Как подобрать песни? Как составить текст выездной регистрации? Что говорить? Как лучше сделать выездную регистрацию? Ну, реально, вопросов очень много. Я решила для вас создать рубрику про выездные регистрации. Я попросила Ирину Амурову, вы могли её видеть в наших репортажах, на наших регистрациях, чтобы она для моих подписчиц вела эту рубрику по четвергам. Поэтому сейчас я передаю слово Ирине, и от вас, конечно же, очень жду поддержки. Напишите в комментариях, нужна ли вам эта рубрика и выпуски про выездную регистрацию. Ирина, тебе слово. Всем привет! Девчонки, привет! Привет, дорогие невесты! Сегодня мы с вами будем обсуждать музыкальное оформление выездной регистрации брака. Сегодня мы поговорим про выход невесты и про выход жениха. Вот какие лучше треки использовать и где их найти на просторах интернета. Итак, подготовила я для вас целый список. Будет даже ссылка. Мы не только поговорим и узнаем этих музыкальных исполнителей. Мы ещё с вами и услышим эти треки. Да что там, вы можете сделать это уже прямо сейчас. Аудиотреки доступны по ссылке в описании к этому видео. Но прежде чем мы перейдём к обсуждению, прежде чем вы откроете эту папку и будете наслаждаться всем тем, что я для вас подготовила, я бы хотела сделать такой небольшой акцент на том, что музыкальное наполнение свадебной регистрации очень важно. Почему? Потому что именно музыка задаёт тон, задаёт настроение и погружает гостей в определённую атмосферу. Если вы хотите подчеркнуть тематику свадебного дня или концепцию, которую выбрали вместе с организатором, или самостоятельно, музыка вам в этом поможет. Музыка, как я иногда говорю своим клиентам, своим парам, это 90% успеха. Поэтому не забывайте об этой важной детали, не откладывайте на потом, потому что потом у вас вообще не будет на это время, или вы попросту забудете и пустите на самотёк. Ну всё, закончили с прелюдиями, надеюсь, что вы поняли, что музыкальное наполнение выездной регистрации – это важно. И сейчас мы переходим к тем трекам, которые я для вас подготовила. Начнём с выхода «Невесты». Итак, какой же трек взять? И вот здесь я всегда говорю – идите от себя. Какой трек нравится именно вам? Какой трек вам нравится именно сейчас? И, возможно, у вашей пары есть какой-то символичный трек. Почему бы не использовать его во время церемонии? Когда мы говорим про появление невесты, у нас сразу же возникает ассоциация с маршем Мендельсона. Это классика жанра. У меня было несколько пар, которые хотели выходить именно под этот трек. Некоторые невесты, которые желали появляться именно под эту музыкальную композицию. И в данном случае, когда они выбирают для себя это решение, я спрашиваю у них, не хотите ли вы выйти не под классический марш Мендельсона, а под кавер. Кавер-версию, которых сейчас достаточно много, и которые гораздо интереснее звучат, более современно. Поэтому, если вы выбираете для себя марш Мендельсона, обратите внимание на кавер-версии, которые доступны в интернете. Нет, марш Мендельсона – это, конечно, хорошо. Это классика жанра. Но я сегодняшнее предпочитаю современную классику. Вот ее и стараюсь рекомендовать своим парам. Сегодня я выделила для вас трех композиторов. Это три моих любимых композитора, музыкальные произведения которых я зачастую использую во время проведения выездной регистрации брака. На первом месте у меня стоит Людовика и Науди. Слушаю, не могу наслушаться. Причем не только на церемониях, вообще и в обычной жизни он всегда в моем плейлисте. Это Джим Брикман. С ним я познакомилась порядка, наверное, шести или семи, а может быть даже и восьми лет назад, и вот он до сих пор со мной. И, конечно, это Юрума. Это современная классика. Я всегда рекомендую своим невестам обращать внимание именно на эти композиции, потому что они очень красиво и трогательно звучат во время свадебной церемонии. Ну и, конечно же, создают особую торжественность, когда невеста выходит именно под такое музыкальное оформление. Если вам не подходит современная классика, как я уже говорила в самом начале этого выпуска, вы можете опираться на свои вкусовые предпочтения и отдать выбор именно той композиции, которая вам нравится сейчас. Очень популярна была в свое время, вот я выписала себе даже список, Адель. Очень многие невесты выходили под песни Адель. Эли Голдинг, Бьонс, Лара Фабиен, даже Бон Джови. Все это может быть использовано во время выхода невесты на свадебную церемонию. Здесь вы уже отталкиваетесь от своих вкусовых предпочтений. Также хотела с вами поделиться своим опытом, поскольку порядка 10 лет провожу свадебные церемонии, видела различные варианты появления жениха и невесты, различные композиции, которые они выбирали для этого одного из самых ярких и трогательных моментов во время выездной регистрации, чего я только не слышала. Но, конечно, 90% пар дают предпочтение классике. Там, наверное, процента 2 или 3 из всех пар, что у меня были, вообще, в принципе, не интересуются тем, под что они будут выходить, и оставляют это на сам отек. Такое тоже бывает. Но вот и, наверное, процентов 8 – это совершенно незначительный минимум людей, которые придумывают не только оригинальность самого выхода, но и придумывают еще оригинальное музыкальное оформление. Вот сегодня я хотела вам рассказать про два случая. Один был совсем недавно. Невеста выбрала трек, который называется «She Loves You». Это Битлз, Битлы. Вообще под Битлз невесты не предпочитают выходить, но вот такая у меня была креативная невеста Галина. Этот трек был символичным. Почему был? Он и есть символичный для нашей пары. И они сделали друг другу сюрпризы. Она не знала, под какой трек будет выходить он, а он не знал, под какой трек появляется она. Еще один из оригинальных музыкальных оформлений выхода невесты, который мне удалось наблюдать, это когда невеста выходила под стук африканских барабанов. По-моему, эти барабаны называются джемби. Это было захватывающе. Поэтому не ставьте никаких ограничений. Не экспериментируйте. Я подготовила для вас ссылку. Там в папке находятся две папки. Первая называется «Выход невесты». Несколько композиций, которые вы можете прослушать, выбрать из тех, что я предлагаю, либо вдохновиться и найти что-то более оригинальное, подходящее для себя. И вторая папка — это «Выход жениха». Там тоже несколько треков, чуть меньше, но тем не менее это те классические треки, которые используются на выездной регистрации и являются музыкальным оформлением на выход жениха. То есть мы потихоньку, помаленьку переходим к следующей части нашего выхода. Это музыкальное оформление на выход жениха. Это музыкальный трек. Какой музыкальный трек подобрать на выход жениха? И вот здесь у нас с вами возникает полное раздолье. Когда я встречаюсь со своими парами про выход невесты, я говорю так, что да, здесь лучше использовать что-то более мелодичное, трогательное, романтичное, особенно если вы пойдёте в сопровождении папы, чтобы всё это смотрелось очень душевно и трогательно. А когда я говорю про выход жениха, то я здесь не ставлю никаких ограничений. Я всегда говорю, я всегда спрашиваю, вот у вас есть любимая песня? Если есть, выходите под неё, даже если это рамштайн. Нет, конечно, если у вас режиссёрская свадьба или выбрана определённая концепция, то лучше, чтобы музыкальное наполнение не было таким разношёрстным и разным характером, и тогда лучше все треки подобрать в едином стиле. Но если вы можете позволить себе сделать музыкальное оформление разнообразным, и оно не будет диссонировать в общей своей составляющей, то, пожалуйста, используйте. Это смотрится невероятно стильно, круто и эффектно, особенно если гости знают, что выбранный женихом трек является его любимым музыкальным треком. Так что дерзайте! Поэтому главный вывод при поиске музыкального трека на выход жениха является его собственное предпочтение. Но вы обратите внимание, в той коллекции, которую я вам предложила, по ссылке есть и классический музыкальный трек, который является нейтральным музыкальным оформлением на выход жениха. Завершая этот выпуск, хотелось бы дать такой небольшой лайфхак для тех, кто ознакомится с перечнем тех музыкальных композиций, которые я приготовила, и всё-таки скажет себе, что этого недостаточно, гештальт не закрыт. Такое может быть, такое бывает, поэтому ловите лайфхак. Всё, что вам нужно сделать, вам нужно прямо сейчас зайти в контакт и в поисковике, в музыкальном поисковике, набрать «Выход невесты» или же «Выход жениха». Вы не представляете, какая кладезь там откроется. На этом всё. Желаю вам приятной предсвадебной подготовки и самой красивой свадьбы. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!